сезон закончился мы все занимаемся посадками и вновь мы приступаем к новому уже сезону это мы начеренковали вот сейчас я новые побеги у меня у питуньи пошли я решила зачеренковать чтобы сделать маточники на будущий сезон чтобы уже были у меня питуньи ну что для этого нужно во-первых нужны острые ножницы конечно же чтобы лезвия были обработаны я использую хлоргексидин использую лезвия протираем чтобы не было никаких у нас заболеваний у этих растений и собрала вот такие вот побеги новые побеги и буду сейчас делать череночки череночки мы делаем обрезаем вот эти вот лишние листики чтобы они не забирали силу у растения чтобы все у нас шла сила на укоренение вот эти вот если большие широкие листья можно их конечно немножко подрезать обрезаем все если есть бутончики иногда у питуньи сразу бутончики обрезать появляются вот бутончики все цветочки все обрезаем это конечно для новичков и просто вот таким образом обмакиваю водичку и в корневин здесь у меня корневин порошок корневина у меня называется корневин любой стимулятор корнеобразования и зачем затем вот такие стаканчики это у меня стаканчики на 50 миллилитров я в торф измельченный торф конечно мелкую фракцию лучше и укореняю вставляем уплотняем немного поливаю водичку в водичку я добавила на литр воды добавила одну каплю и пина увлажняю почву и ставлю вот в такие вот в начале прозрачные вот такие вот контейнера у меня здесь я уже часть часть делала вот так таким вот образом или вот еще контейнер вот такой вот я потом беру это фикс прайсе продаются разные контейнера и потом затем удобно очень хорошо закрываем закрываем чтобы в этом контейнере влажность сохранялась тогда идет хорошо корнеобразования чтобы листики то наши не подсохли ну а если они такие немножко привядшие что ли я вначале их увлажняю с тонкого распылителя уже а потом прикрываю ну вот я сейчас дальше продолжу температура для укоренения нужно 18 20 градусов и подсветка почему лучше прозрачные брать потому что все равно нужен свет обязательно нужен для укоренения сейчас еще ну как сказать вроде ранней осенью можно и на подоконнике оставлять а потом уже температуры мало будет ой вернее света будет мало и конечно нужна 12 хотя бы часовая досветка можно на стеллаж и выдерживать температуру и дней через десять но 14 начнут сообразовываться корешки лучше брать конечно я вот беру прозрачные стаканчики там видно когда идет укоренение уже корешки когда заполнится все корешками можно пересаживать уже в большую емкость чтобы заметно было как происходит укоренение ну вот и все вся премудрость укоренения питуньи это можно делать не только с питуньями можно делать и с вербенной можно делать с колеусами с любыми растениями таким образом можно их черенковать и оставлять размножать укоренять любой любые цветы какие вы пожелаете кроме герани конечно у герани там другие уже тонкости там нужно чтобы черенки обязательно подсыхали а здесь наоборот нужно чтобы было увлажнение